Вместо старой амбулатории современная поликлиника, новое медучреждение открылось в Ромашково. Какие специалисты там работают и кто может рассчитывать на медицинскую помощь? Об этом мы сегодня поговорим с заведующей Левтерией Константиновной Иосифовой. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». Меня зовут Евгения Августина. Здравствуйте! Здравствуйте, Евгения! Не могу не спросить, чем же амбулатория отличается от поликлиники и поликлиника от амбулатории? Что принципиально нового появилось в Ромашково? На самом деле все очень просто. Поликлиника – это многопрофильное специализированное медицинское учреждение с широким спектром оказания медицинских услуг различного вида деятельности. И вот в отличие от такой поликлиники, амбулатория не отличается достаточной мощностью, может принять меньшее количество пациентов к себе. Ну и, конечно же, она ограничена тем видом, набором базовых видов медицинской деятельности, которые может оказать. Как правило, это терапия, хирургия, стоматология, акушерство гинекологии и педиатрия. Вот все. То есть сейчас в Ромашково появилось не только новое современное здание, но и расширились медицинские возможности? Да, все верно. Сразу после открытия поликлинику в Ромашково посетил глава округа Андрей Иванов. Давайте вспомним, как это было. Яркое, просторное, современное. Вместо старого еще дореволюционной постройки. Новое здание в Ромашково возвели в кратчайшие сроки. Раньше на этом месте была амбулатория. Теперь полноценная поликлиника. Если раньше у нас был здесь только один терапевт, когда это была еще амбулатория, то сейчас у нас здесь будет порядка 35 специалистов. Это и хирурги, и гинекологи, и неврологи, и кардиологи, и функциональная диагностика. Рентген не только российского производства, но и с отечественным программным обеспечением. Мобильный аппарат ЭКГ с его помощью можно провести исследование на дому. Аппарат УЗИ экспертного класса. Последние модели. Техническому оснащению поликлиники в Ромашково могут позавидовать крупные медицинские центры. В другом кабинете гинеколога, там у нас присутствует сервисторископ. Бабулатория, это вообще на обществе. То есть для диагностики гинекологи просто маленькие. Из 35 специалистов 32 уже приступили к работе. К концу октября вакансий в поликлинике не будет. Травматолог-ортопед Рашид Гусейнов высшее образование получил в Краснодаре. Работал в Волгограде. Потом решился на переезд в Подмосковье. Здесь есть и поддержка съемного жилья, и земский доктор, и, конечно, ипотека. Но больше всех новой поликлиники рады жители Ромашково и Немчиновки. Раньше возможности получить медицинскую помощь в шаговой доступности у них не было. В Одинцово тоже хорошая поликлиника, но очень доверяется. А сейчас как-то с мешочком дошли? Ну, с мешочком дошли, да. Первые пациенты оценили удобство новой поликлиники. И уже знают, как сделать ее еще лучше. Предлагают добавить кабинеты стоматолога и физиотерапии, аптечный пункт. Расширить парковочное пространство. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов заверил, все пожелания при дальнейшем развитии поликлиники будут учтены. Расскажите, пожалуйста, какие же специалисты теперь принимают в поликлинике в Ромашково? В поликлинике Ромашково очень широкий спектр оказания медицинских услуг по различным направлениям. Причем как и для наших маленьких посетителей, так и для взрослых. Я люблю очень эту фразу говорить, что мы рады всем от нуля до плюс бесконечности. Поэтому в поликлинике Село Ромашково вы можете встретиться с такими прекрасными докторами, как офтальмологи, эндокринологи, неврологи, акушерогинекологи, отариноларингологи, кардиологи. Причем мы можем оказать весь спектр ультразвукового исследования, рентгенологического исследования, функциональной диагностики и так далее. Вы немножко опередили один из моих вопросов. То есть детское отделение в поликлинике тоже есть? Да, конечно. И причем особенностью поликлиники Село Ромашково является именно то, что у нас разделены потоки детского и взрослого отделения. И поэтому детки могут спокойно находиться и получать в комфортных условиях медицинские услуги по тому профилю, которым им необходимы. Так же, как и взрослые. Да и наверняка игровая зона какая-нибудь. Конечно, без этого тоже никак. А есть ли в поликлинике сейчас вакансии или штат полностью укомплектован? В настоящий момент штат врачебного медицинского персонала укомплектован полностью. Есть только несколько вакантных позиций по среднему медицинскому персоналу. Сюжет, в котором мы посмотрели, там были местные жительницы, которые очень просили добавить туда стоматологов. Будет такая возможность? Да, конечно. Мы сразу же приняли эту задачу в работу. На сегодняшний день идет подготовка документов. И, конечно, это займет какое-то время. Но уже в самое ближайшее время мы постараемся, чтобы все наши пациенты получили стоматологические услуги. Причем как и маленькие, так и взрослые. А какие-то еще пожелания от жителей? Вот за сколько? Около двух месяцев работает поликлиник. Какие-то еще пожелания были от людей? Что добавить, что убавить? Поликлиника работает вот с 4 сентября. То есть чуть-чуть больше месяца работает. И на самом деле сейчас пока что все наши пациенты находятся в такой сказочной эйфории, о чем мы тоже очень прям рады этому состоянию. Поэтому пожелания на сегодняшний момент только, чтобы все это больше развивалось. И какие-то дополнительные виды услуг при всем том, что мы имеем, пока что не поступало. Их можно понять, как сказала девушка в сюжете. Теперь не нужно ездить в Одинцово. Теперь все есть здесь, рядом с домом. В поликлинике работают молодые профессионалы. Один из них – Рашид Гусейнов. Почему выбрал именно эту поликлинику и кем мечтал стать в детстве, узнал корреспондент ВТВ. Он мог бы стать полицейским, если бы пошел по стопам отца. Но при выборе профессии слушал только себя. Поэтому Рашид Гусейнов решил связать свою жизнь с медициной. Это какая-то внутренняя такая подсказка. Этого объяснить невозможно. В детстве хотелось, наверное, помогать людям. Врач-отличник. За плечами медколледж и университет. Все дипломы красные. Опыты набирался в скорой помощи. Со специализацией окончательно определился еще во время учебы. Травматолог-ортопед находится на передовой. Здесь все. И вывихи, и вправления, и ранения, и раны, и ДТП, и катотравма, так называемое, это падение с высоты. Все приводится сюда. Профессиональное выгорание – это не про него. Говорит, стаж всего 9 лет, да и некогда. Хотя добился уже немалых успехов. Помимо работы в поликлинике занимается научной деятельностью. Доктор Гусейнов запатентовал несколько медицинских разработок. Получил федеральный грант на их реализацию. У меня есть несколько патентов. Ну, один из них – это в области травматологии и нейрохирургии. В 2017 году я выбрал программу «Умник» и получил федеральный грант. Вот, фонд содействия инноваций, вот, полмиллиона рублей. И перешел в следующий этап – стартап. Сейчас занимаюсь аспеновской деятельностью. Молодой и амбициозный живет профессией. Все мечты и планы связаны только с ней. Врач, как и любой человек, наверное, больше всего может мечтать о благополучии и о успешной профессиональной карьере. Наверное, еще и карьерного роста, конечно, хочется. Амбиции ставим высокие, цели, и будем их добиваться. Стать профессором, по словам Рашида Гусейнова, – это не мечта, цель. А он привык добиваться задуманного. И уже шаг за шагом идет к реализации своего амбициозного плана. Поликлиника Ромашкова оснащена по последнему слову техники. Об этом мы говорили неоднократно. Вот что именно такого особенного там установлено? Да, действительно, поликлиника Ромашкова укомплектована оборудованием экспертного уровня. Мы гордимся нашим оборудованием, потому что оно позволяет нам в более короткое время и более точно диагностировать те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, с нашими пациентами каждый день. У нас есть и ультразвуковые установки, рентгеновская установка, лоркомбайн, полностью оборудованный офтальмологический кабинет, все виды функциональной диагностики, холтеровское мониторирование, суточный монитор артериального давления, конечно же, рутинные исследования, электрокардиографическое исследование. И это можно, конечно, перечислять бесконечно, потому что я сейчас затронула только крупное оборудование, то, которое знакомо для всех наших пациентов. Есть, конечно, еще и оборудование то, с которым они сталкиваются каждый день на приеме у доктора. То есть вот как-то так. Но это хорошо для пациентов. И докторам, наверное, удобнее и легче работать, когда есть вот такое оборудование. Конечно. Это же все улучшает качество оказания медицинской услуги. То есть пациент здесь и сейчас в моменте он приходит и получает развернутую картину на то состояние, с которым он пришел. И мы можем уже не откладывая, здесь и сейчас назначить лечебный процесс. Конечно, это очень хорошо. Вы упомянули УЗИ, рентгенаппарат, да, и мы читали и слышали, что это особая гордость поликлиники. Вот что в этих аппаратах такого особенного? Отечественные разработки? Только лишь это? На самом деле оборудование в поликлинике Ромашково, конечно, представлено и отечественными производителями, и зарубежными производителями. Это оборудование экспертного класса. Все более точное, правильно? Экспертный класс, да. Это цифровое оборудование, которое позволяет, например, при проведении рентгенологического исследования сразу передавать картинку на компьютер доктору, который сразу же может дать заключение. Это более четкое исследование. Это исследование всеми возможными датчиками, начиная от самого маленького возраста, как я говорю, да, от нуля возраста до плюс бесконечности. Это возможность при проведении акушерско-гинекологического исследования увидеть на ранних сроках беременности пороки развития плода и так далее, и так далее. То есть это более точная визуализация. Это более точная визуализация с целью того, чтобы очень на ранних этапах, на ранних процессах патологических установить диагноз и начать, соответственно, лечение нашим пациентам. А кто же может получить медицинскую помощь в поликлинике в Ромашково? Это только те, кто живет в Немчиновке и непосредственно в Ромашково, или, например, жители Одинцова тоже могут приехать? Абсолютно все. Мы рады абсолютно каждому пациенту, который приходит к нам вне зависимости от его места проживания. А как записаться на прием? Записаться... Алгоритмы знакомые, наверное. Да, алгоритмы, конечно же, знакомые. Это через единый колл-центр 1-2-2. Это также при помощи информационных источников госуслуги МОСРЭК. И, конечно же, прийти к нам ногами мы никогда не откажем в помощи и всегда будем рады каждому и новому, и уже не новому нашему пациенту. Спасибо большое за такой подробный рассказ о поликлинике Варомашково. Будьте здоровы и спасибо, что провели свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.